Кресту Твоему поклоняемся, Владыше! Ныне у нас, возлюбленные братья и сестры, Други наши, праздник воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Церковь собрала нас в храм, Для торжественного поклонения Ему. И вот мы, по ее примеру и указанию, Повергаемся пред Крестом Господним на колени, Поклоняясь пред Ним, И преклоняя главы Свои, Лопызаем Его устами Своими. Вопрос, но такового честования нашего Достаточно ли для истинного поклонения Кресту Господню? Долгим и трудным путем смирения Вошел в Свою славу Господь наш Иисус Христос. И сравненно еще в Доре продолжалось унижение Животворящего Грева, На котором Он, Ахмед Божий, Принес себя за наши грехи. Всем вам небезызвестно о том, Что уже Спаситель мира был на ней, А орудие спасения содержалось в недрах земли. Уже славою распятого обласили все концы вселенной, А о древе Креста никто не знал, И в тех местах, которые смежно были, Самую голубую. Продолжение трех веков, Трехсот лет. Но вот мир начал убеждаться, Что слово крестное Одним погибающим, И уродство есть, А спасаемым сила Божия. И древу Креста Нужно было иметься миру Для его радости, Для торжества и украшения Церкви. Иператор, равноапостолик Константин Великий, Неоднократно испытавший Чудодейственную силу Креста Господь, Вознамерился найти Самое то древо, На котором Распитал Спаситель наш. Священный труд этот Пронимает для себя Восьмидесятилетняя Мать его, Императрица Илека. Дух Святый, Говорит один отец Церкви, Внушил этой равноапостольной царице, Чтобы она Славе распятого И радости православных христиан Употребила Возможное усилие На взыскание Христа Господня. Но вот вопрос. Но как открыть Это сокровище? По совету архиепитка Помогая, Зазываются старейшие По летам Иудея. И на вопрос, Где предки Утаили Крест Христов, Отвечали Указанием На некоего Престарелого Иудея По имени Юр, Который, Приведший Царицу И архиепископа В северо-восточной Стороне Долгоф Сказал им На семь самом месте, Где сейчас Стоит Опись Языческой Богини Венеры Вы Найдете Крест Вашего Креста. Посреди Капище, Когда после Довольно Долгого Труда В желании Узреть Искомое Сокровище Начало Было Переходить Безнадежность Вдруг Благоухание Ишедшее Из земли Подкрепила Надежда Трудившихся. Усилия Усугублены И в скором Времени Обретены Три Креста. Но Который Из них Был Животворящий Спавший От пления Прочие Два Все Они По виду Были Одинаковы Дитла Положенная На кресте Господнем По указанию Пилата Иисус Назарени Царь Иудейский Найдено Было Уже Не на нем Не на кресте А близ Крестов Кресты Жиросбойников Были Без Надписи Если Ромас Сказал Святитель Не Благодарил Кресту Другого Первые Два Не Презвели Больной Никакой Перемет Но Прикосновение Третьего Не Только Восставила Ее Содра Болей Но Даровала Ее Больше Истин Ей Нежели Какими Она Обладала Прежде После Этого Восставая Славу Богу Все Единодушно Чудосворный Крест Признали Крестом Господь Но Этого Мало Было Для Славы Достопоклоняемого Древа Промыслу Божию Угодно Было Чтобы Слава Его Посияла И для Тех Которые Не Хотели Видеть Его Чтобы Силой Его Сокрушена Была Их Немость И Сокрушено Было Немерие Самих Врагов Креста Христов По По выходе Святителя С Царицу И Народом Из дома Истеревшей Женщины Несено Поломимо Тело Мертвеца На Погребе Исполненный Живой Верой Благочестивый Святитель Макарин Полагает На Мертвого Опять Три Креста Один После Другого Но Не Помогшие Больной Еще Менее Могли Подать Помощь Смертным Один Крест Победителя Смерти Адра Расторг На Пузы Смертности Аж Аблаготворил Умершего Каждый Из присутствующих Пораженный Этим Чудом Желал Повернуться Ретестным Древом И Облабызателем Да Так Как Теснота Места При Вестительном Стечении Народа На Голковку Не Посмоляла Каждому Удовлетворить Этому Желанию То Многие Просили Чтобы Древо Креста Было По крайней Мере Показано Им Поэтому Святитель Макарий Ставший На Возмышленное Место Возвих Честное Древо Показывая Его Таким Образом Отдаленному Народу А народ Объятый Благоговейною Радостью Воскрыцал Господи Побит Торжественное Действие Это Дало Название Празднику Известному Нашей Православной Церкви Под именем Воздвижения Честного И Животворясьего Креста Господня Которое Совершается В память Обредения Его Со времен Самого Обредения То есть 326 Года Нельзя Умолчать И о том Что в год Обредения Креста Господи Был установлен И самый Праздник И так как Крест Обреден Был После Праздника Пасхи То первоначально В продолжении 9 лет Праздник Праздновался На второй День Святой Пасхи С 335 Года Когда Совершено Было Освещение Храма Воскресенье Кресткова Построенного Императором Константином Великом Наголгофе По числам 13 сентября Праздник Воздвижения Был перенесен На 14 сентября В том 335 Году 13 сентября Приходилось Субботник А Воздвижение Воскресенье И потому Вот в войне Прилично Было Воспеть Иерусалиме Слова Которые Мы Повторяем С вами Едиными Устами Единых Сердцев И населения Кресту Твоему Поклоняемся Владыком И Святое Воскресенье Своя Слава Так как Прагование Возвижение Было Установлено Собором Епископов Прибывших На освещение Храма Из всех Стран Империи То оно Распространилось Во всем Крестьянском Мире И праздник Сделался Всемирным В собственном Смысле Дополним В восьмом Веке Воспоминании Обретение Креста Господня Было Содино Другое Воспоминание Об Отращении Креста Господня Из плена Пирсинского После Разделения На части Креста Господня Значительная Его часть Была отделена Святителем Присутствие Пиратрицы Елены Заключена В серебряный Ковчег И хранилась Как особое Святыня Иерусалим Привело Привело В движение И изумление Всю Керсию Пребывание Его В языческой Стране Сопровождалось Поразительными Снаменами И чекизами Пирсии Оно Оно Оставалось Неприкосновенным Это Говорит О благородстве И О честности Отношения Святыня В 628 Году Животворящее Древо Креста Господня Было Возвращено Преемником Хатроя Сироэцем По заключению Мира С императором Греческим Эмирантой Император Встретил Крест Господень Иерусалиме И по внушению Патриарха Зосимы Смиренной Одежде И по сути Внес Его В крам Откуда Он Был Попишен Крест Возвращен Из плена 14 Сентября Таким образом В праздник Этого Дня Соединились Два Воспоминания О которых Мы Как крестьяне Должны Знать Об Обредении И Возвращении Креста Господня Из плена Поэтому Во время Вечернего Госслужения Ежегодно Как вы Являетесь Живыми Свидетелями Мы Завершаем Крестный Ход С Крестом Господним Это Взнак Того Что Он Был В плену В течение 40 лет Ферсии И Снова Возвратился На свое Место Востоянного Пребывания В Аград Иерусалим А потом Уже Чин Воздвижения Это Уже Свидетельство И Воспоминание О том Что О нем Говорится В истории Настоящего Прагина Други Наши Что Вещает Нам Крест Христов Крест Христов Вещает Нам Прежде Всего Что Наши Грехи Суть Величайших Слов Мир Ибо Они То И Были Причиной Крестной Смерти Нашего Спасителя Что Предавая Сын Мы Остановимся Становимся Врагами Богу И Врагами И Самим Себе Что Правда Божия Бесконечна И Горает Беззаконие Самым Страшным Обыском Она Не удержалась Излить Всю Чашу Гнева Своего Даже На Бога Человека Благоварившего Устроить Себе Грехи Мира И Что Следовательно Удел Грешника Если Он Останется Грешником Есть Неизвестный Бог Вечный Ягин Между Тем Если Посмотрим На Собственную Жизнь Что Мы Здесь Увидим Только Нужно Для Этого Внимание Собранность Ума И Самоуглубленность Чтобы Все Это Увидим Увидим И Сознаемся Что Она Вся Состоит И Два Из Одних Наших Грехов Сколько Раз Давали Мы Обед За Черцеведцем И Своей Совестью Отстать От Пороков И Посвятить Себя Добродетелю И При Первом Случае Ко Греху Вовсе Забывали О Своем Святом Намер Сколько Раз Мы С вами Даже Самым Телом Очищали Себе От Сквер Грехов Таист Покаяния И Потом Как Быстрым План Спешили Снова Очеркнить Свою Душу Разными Беззаконними Сколько Раз Пытались Совершать И Дела Благочестия Во славу И Где Благо Ближе И Почти Ни Одного Из Не Совершили Без Участия Каких Либо Страстей Особенно Самолюбия И Своя Корыстя Беззаконними Помогли здесь У креста Христова Достойно Плакать Своё Нравственное Бессилие Свою Крайнею Растленность И Греховность Которые Неминуемо Могут Привезти Нас Туда Где Будет Вечный Плач И Скрежет Бог Сладостно Бьётся Сердце Праведника Когда Вдирая На Древо Крестное Оно Переносится Лишь Мыслью В Рай Сладости Отвертый Для него Этим Священным Древом Ах И Напротив Грешников Не Возлетать Душей И Телом У Подножия Креста Христов Когда Они Живо Представят Себе Что Этот Рай Сладости Может Быть Для них Навсегда Потерян А Если Бы У Нас Пробудился Здесь Этот Спасительный Плач Если Если Мы Хоть В День Воспоминания Крестных Страданий Нашего Отражающего Искупителя Столько Пострадавшего За Реки Нашего Мы Сознали Наконец Всю Египетность Нас И Виновность Сред Богом И Сознавцы Твердо Решили А Мы Искренними Светами Раскаем Для Возбуждения Этих Особенно Слез Святая Церковь И Предлагает Нам С Такую Повладую С Релесть И Страстей Крестов И Снося Крест Крестов Орудие Его Страдания И Смерть Для Благоговейного Ламзания Эти Таким Сред И Могли Мы Послушать Ныне От Нас Самую Лучшую Данию Божественных Страданий Вы Ежегодно По крайней мере Большинство Из вас Присутствует Всегда Со Всеночным Деньем Где Оно Совершается За Утренним Богослужением Где Оно Совершается При Больских Трам За Этим Богослужением После Великого Судбословия Совершается Перезвон Колокола И Крест Износится Из Святаго Отаря Припения Из Святаго То есть Святый Боже Святый Крепкий Святый Бессмертный Победуй Нас А Покончание Стропаря Спаси Госпожа На Средину Храма Я Поклоню Соборных Храмов Монастыря И По Благословению Правящего Архиерею Некогда Прикоски Храма Поклонение Кресту Предшествует Воздвижению Благословения Поклонение Соборных Церкви А Соборных Проникнуть В Утренний Смысл Что Мы Должны Пережить В Эти Священные Минуты Когда Оно Нам И Принесет Благословения Всей Жизни Духа Оно Сопровождается Произнесением Состоящим Из Пяти Прошений И Птеней Поминан Нас Бог В Том В Рита Как Певцы На Казах Прошений Поют Господи Поминуй По Сто Раз От Души Благодар Чтобы И Певцы И Пели Быть Понимая Мутный Смысл Где Его Повышать Где Его Понижать Чтоб Это Касалось Струн Души А Не Только Нотного Стана И Действия Возвязающего Крест Чтоб Соответствовало Этому Веснопению И Тогда Чтобы Вызвать Хотя Если Не Поток Слез Хотя Б Одну Слезу Когда Поймешь Мутный Смысл Этого Чина Последствия Предстоит Затенение Крестов Вперва Восток Потом По очереди Запад В Север И Опять Восток И После Каждого Осенения Преклоняя Голову До тех Пор Пока Она От земли Будет На Глуп Пять То есть Насколько Возможно Низко Это Надо Проникнуться В Не Только Совершить Его А Совершая Его Чтобы В это Время Переживать Своей Душою То Что Совершается И Потом Возвязая Скорее Этими Действиями Святая Церковь Напоминает Об обстоятельствах Обретения Возвращения Креста Из Блега О Возвижении Креста Патриархом Макарин Приобретен Для Показания Его Народу И Особенно О Возвижении Креста На Место Его Первоначального Нахождения По Возвращении Из Плезда В том И В другом Случии Народ Чувстви Глубокой Радости И Смирения Воскресал Господи Помил Как Не Мы С Вами Воскресали Это Господи Помил Каждый Внутри Себя Когда Вы Были Присутствующим В Краме Во время Завершения Вот Теперь Вам Об этом И Напомню Что Оно Значит И Запомните Это На Всю Вашу Жизнь Нам Не Чит Нужен Запомнить Только Порядок Он Должен Нам Быть Известен Но Вложить В этот Чит Внутренний Глубокий Смысл Значит Быстро Перенестись Я Родился Меня Крестили И я Был В районе Милости Тогда Когда Возвышается В крест Горее Вышел Из купель И Пятаго Крестения Офратанно И очищено От Богородного Греха Бывал Каждый Из нас Еще И в Раю Духовном Когда С окрушением Сердца Испомедовал Грехи Свои Присвог И С благоговением Причащался Божественного Села И крови Христос Во Оставлении Грехов Но Как Первый Дар Обновления И возрождения В новую Жизнь Мы Теряем Преступлением Саповеди Господь Так И Второй Дар Оправдания И печисти Жизнь Вечная Часто Продаем За Взятую Греха Сладость Свет Утишения В нас Небес Чести И слава Час Божий Грехами Нашими Это Греховное Бесчести Нашим Это Ниспадение С высоты Богоподобия Солоподобрения С каком Несмысленно Должно Поображаться В любви Нашим Вот что Мы должны Были В эти Немногие Минуты Пережить И запечатлеть Ежегодно Мы Обновляем Своей памяти И сердце Для того Чтобы об этом Никогда не забывать При Видении Сладимого Долова Христа Долу Христа Христа И мы Должны Закрушаться Своим Сердцем И Вопиять От всего Существа Своего Не Нотный Стан И Я повторяю Нужно А Вопль Души Господи Помидуйся Он И мест У Отца Своего Так Откажем Наш Господь Уготовил Ту славу Которую Он имел У Отца Своего Прежде Сложение Мира Если Сами По Крикам Своим Не Решим Себя Этой Славы И Для Каждого Из Нас Уготовил Он Место Дому Отца Небесного Если Сами Своего И Не Воздержанием Своим Не Изгоним Себя Из Дома Отеческого Подобно Сыну Плотному То И Осей Высочайшей Славе Должен Помышлять У Наш Видя Возвышаемый Горе Крест Господень И Мы Мы Должны Возгребать И Укоренять Себе Решимость Стремиться Всеми Силами Нашей Души Содетаться Достойными Корни Хабитери Дому Отца Небесного Из Глубины Сердцева Пиять Как Господь Владык Живота Своего Господи Напомню Еще Кратко Выраженное Вместо Слышанного Вами Пространного Объяснения Значит Когда После Произносимого По порядку Пяти Прошей Крест Раздвигается Выско Это Наши Два Состояния Это Наше Состояние Рай Неебитности После Крестей И Рай Духовной После Покаяния Святого Прочищения Который Именуется Святыми Отцами Вторым Крещением И Потом Вот Это Изведение С высоты Низ Как Мы С Вами Падаем И Каждый День И Каждый Раз И На Каждом Месте Влады И А Потом Опять Господь Сказал Отца Небесного Обитель И Суд Уготовано Для всех Из каждого Из нас И всех Нас Но Мы Можем Быть Наследниками Можем Быть Всего Этого Решения Говоря Об этом Мы Должны Вспомнить Так Путем Несения Своего Креста Шли В Царство Вечные Славы Всесвятые Если Вы Имели По Возможность Последить Их Жизненный Подвиг От Первого До Последнего А Что Такое Наша Земная Жизнь Земная Жизнь Это Крестоношение Для Каждого Крестианина Ведь Наш Крест Это Наши Страсти С Которые Мы Должны Бороться Наш Крест Болезни Наш Наш Крест Это Наша Домашняя Жизнь Наша Семья О Которой Мы Обязаны Заботимся А Мы Теперь Пришли К Такому Выводу А Не Лучше Лет На Все Пахнуть Рукой И Не Снять Себе Все Обязанности Отца Или Матери И И Идти В Монастырь Я Вам Говорю На Основании Того Что Мне Приходится Многократно Слышать Из Ваших Уст И Из Ваших Многочисленных Писек Я Хочу Спастись А Кто Понесет Твой Крест Крест Семей Значит Наша Семья О Которой Мы Обязаны Заботимся Это Наша Крест Всякие Наши Зимные Обязанности Это И Недостатки Нашего Характера И Все Разные По Своему Характеру Это Тоже Ведь Крест И Для Нас Самих И Живут И С Нами Которые Мы Должны И Исправлять То Было Легко Жить И Наш С Нам С Людьми И Людям С Нами Это Наш Кобик Жизни По Западу Христов И Пусть Не Кажется Нам Тяжелым Потому Что Непосильного Христа Господь И Накого Не Выкладает Христа Он Прощагая Пред Христов С С Святильник Воспламеним Сердца Свои Любовь Нему Преклоняя Пред Ним Головы И Колено Будем Прославлящ Его Делами Веры и любви, нося святый крест на сердцах своих, будем иметь его и внутри, в сердец наш. Тогда скоро ощутим себя и присутствие раскрасного на нем, тогда познаем самым делом, что слово крестное есть подлинно Божия сила и Божия премудрость. Да не стыдимся исповедовать распятого терзновением, да изображаем рукою знамени Христа на теле, на груди, на своих раменах, правом и левом плече и на все, на хлебе, который вкушаем, на чашу, из которых пьем. Вы даже сойдя за стол, хоть может, некоторые из вас и читают молитву Господу, не забывают об этом. Слава Богу! Но ведь этому мало еще. Старший в семье должен обязательно поданный, приготовленный на стол пищу благословить, так как он крестится сам. Со словами молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Божий наш, помидуй нас, а насытившись пищей и репетием, удалив свою жажду, воздать благодарение Богу. Этого мы никто не терпим. Это только совершается, как бы положено совершать с пистеннослужителем, трапезом или там, когда они бывают, за трапезой у своих прихожан, прихожанскими батюшками. Обязательно это должен совершать каждый. А перед тем, как приготовить пищу, которую вы покупаете где бы то ни было, обязательно ее сейчас отчинить крестным знамением. А особенно теперь, когда все заражено. А что же смертный спец не вредит им быть крестным знамением, отвратить все то вредоносное, что может нам причинить неожиданную зуиновую болезнь, мы должны из которых, должны изображение Его при входах и выходах. Когда входите, выходите из дома. Когда ложимся, ложимся спать и встаем. Когда находимся в пути и отдыхаем. Он великое предохранение, данное бедным даром и слабым, без труда. Как же грешат после этого те из христиан, которые стыдятся перепреститься при входе в дом или же непрежно кладут на себе крестное знамение. На это обратите внимание. Глаз обязательно крестное знамение на положенные места. Только не делать, как некоторые делают из вас. Что-то придерживают так долго, потом как будто словно чего-то там углубляют. А легкие предоставения к тяну, к груди и к арминам или правому и левому плечу. Что правильное изображение креста. Неправильное изображение креста ни нас никогда не будет при нас чудодейственным и будет на радость только слыть духом. А мы этому мало не даем значения. Вот это обязательно обратите внимание. Чтобы непременно. Не надо часто. Надо совершать положенное время, но совершать его истинно. И чтобы, как от иборитвы Иисусовой, у Игнатия без Богоносца был отпечаток на сердце слов Иисус Христос, так должен быть отпечаток на теле, на груди и на наших плечах, это знамение креста. Тогда вы можете его совершать и действенно, и мысленно, так, где вам не представляется возможным совершить его открытие. Только к этому надо себя приучить, и этому себе надо обижать. Кладут на себе крестное знамя очень многие небрежные. И прямо поспешно, посмотришь так, каждому на каждом шагу. Это не хочется огорчить того или иного подходящего, но буквально в целом, прямо на глазах, я уж не знаю, как они там у себя, а тут же прямо на глазах совершают небрежные, чело, грудь, правое, левое, крючок. Вот эти проложенные места для креста Господня. И когда мы делаем на себе крестное знамение, то этим покажем и как мы говорим о себе, я христианин. Это не просто действие, ничего не значит. Я христов, я во Христа верую, я на Христа надеюсь, я Христов себя украшаю, я во Христа влекаюсь. В бескрестном уже знамени христианин, не православный христианин, на ком нет Христа, того нет благодати и помощи от Бога. Какие бы они приводили к этому доводы, лица, которые именуют себя христианами. А мы им говорим одно и то же, каждый раз. Без крестного знамени мы не можем получить благодати и помощи от Бога. И кроме того, крестом рвутся все сети вражек, которые нас окружают. Нужно крестить крестом. Почему теряю внимание, потерпите сегодня. Именно сегодня надлежит об этом говорить. Утро пробуждаетесь, ко сну отходите, на восток, на запад, на юг, на север. Ах, он делает нас посчитает ненормально. Скажет, человек заболел, чего-то он там все-то открескивается, закрескивается. Мы сделаем полне, совершаем это, давая себя отчетом. И утром и ветером, описательно, засовершаем. И во всех трудных обстоятельствах засовываем. Когда разгневаешься? Ну, неужели вы не проверяли никогда? Свойственно всем, как говорится. Достаточно только совершить крестное знамя. И уже было этого гнева угасает. Испугаешься чего-то неожиданного, непредвиденного. Осенишь крестное знамение и войдешь в состояние покрытия. Поспоришь с кем-нибудь. И это бывает в нашей жизни. Что-то скажем друг другу до них. Вдруг попадут, опять осенишь крестное знамение и опять все придут в состоянии покрытия. Плохой сон видят. Некогда особенно они слушаются совета преподобного Серафима Сорокского. Не верь нам, они избываться не будут. А некоторые настолько предали с этого, только на сновидениях и строят всю свою жизнь. И мучают сами себя и другим. Не верим, они избавятся. Осени крестное знамение. Но только и при всяком другом случае. Но только запомните слова молитвы. Это не просто только совершать действие рукой. А произносить слова. Крест, крестов, освященный на весь мир, благодатью и кровью Господа нашего Иисуса Христа данное оружие на всех наших врагов, видимых и небесных. По словам и призывания имени Святой Троицы. Уверяю вас. Это ведь это не только совет. А это уже проверенное на опыте многими людьми и на продолжении долгих лет. Вот тогда вы будете почувствовать, что такое чудодейственная сила Христа Господа. Тогда вы будете относиться со страхом и срекием. Как его надо совершить и что надо в этом решить. И когда ты осеняешься в местном знаме. Ведь это дело одной секунды. Мысло перенесись на святую гору Голгору. Вспомни распятого Христа. Тогда вселится в тебя и сила благодатная. От населения себе Христом и от населения всего того, чем мы его семьями. И, наконец, в службе церковной, положенной на сей день, истеснена тайна Христа Христова. А так как по благочестивому обычаю, первых христиан в сей день, как и другие подобные, христиане свое духовное торжество ознаменовали не только молитвую, но и посту. Сегодня день строгого хвоста. Хотя это день и не постный, и среда, и не пятница. То, что святая церковь положила и нам всем пост в сей день и во все времена. Представься ко Господу, наш дорогой старец, архимандрит Иоанн Кристианкин. Позвольте представить вам краткую его биографию, воспоминания о нем и его завещания. 11 апреля 1910 года в городе Орле в семье Михаила Дмитриевича и Елизаветы Иларионовны Кристианкины родился восьмой ребенок. Мальчика звали Иоанн. В честь празднования в этот день преподобного Иоанна Пустыника. Знаменательно, что в этот же день празднуется память преподобных Марко и Иоанна Пустыника. Еще в детстве Ваня, прислуживая в краме, был послушником у известного своемонашеской строгости Орловского архиепископа Сиротима Остраумова. Когда Ване было два года, умер его отец Михаил Дмитриевич. Воспитанием сына занималась глубоко религиозная и благочестивая мама Елизавета Иларионовна. Отец Иоанн сохранил в благодарной памяти труды любви тех, кто вел, наставлял его духовно. От владенчества до юности. Это Орловские протеереи, отец Николай Азбукин и отец Всеволод Кавригин. В 10 лет он испытал на себе влияние протеерея старца Георгия Косова из села Спас Орловского края, бывшего духовным чадом преподобного старца Амвросия Оптинского. Первые указания о будущем монашестве отец Иоанн получил в отрочестве от друг друзей архиереев архиепископа Серафима Остраумова, будущего священномученика, и епископа Николая Никольского. Орловская старец монахиня Вера Александровна Логинова, благословляя его на жизнь Москву, заглянула в далекое будущее юноши Иоанна, назначив ему встречу с ней на Псковской земле. Светлый образ Орловского, Христорадья Юровадьева, Афанасия Андреевича Сайко, на всю жизнь запечатлелся в сознании обаяния Божьего человека, силу его духа и тепло любви к людям. После средней школы Иоанн Крестьянкин окончил бухгалтерские курсы и переехал в Москву. Работал по этой специальности. 14 января 1945 года в храме на Ваганькове митрополит Николай Ярушевич посвятил его в Сан-Дьякону, а 25 того же года на праздник Иерусалимской иконы Божьей Матери. Патриархом Алексеем I Дьякон Иоанн был рукоположен в Сан-Священника в Измайловском христорождественском храме в городе Москве, где и остался служить. Экзамены на курс семинарии отец Иоанн сдал экстернатом. И в 1950 году, закончив 4 курса Московской Духовной Академии, написал кандидатскую работу. Но закончить ее не удалось. В ночь с 29 по 30 апреля 1950 года за ревностное пастырское служение отец Иоанн был арестован и по пригодвору получил 7 лет исправительно-трудовых лагерей. Вернувшись из заключения досрочно, 15 февраля 1955 года он был назначен в Сковскую епархию, а в 1957 году перемещен в Рязанскую епархию, где священствовал в общей сложности почти 11 лет. Молодого священника приняли под свое духовное попечение глинские старцы. И один из них, скиархимандрит Серафим Романцов, стал его духовным отцом, и именно он принял монашеские обеты своего духовного сына. А последний оптинский старец Иогумен Иоанн Соколов узрел в приходском батюшке родного ему по духу человека. Отец Иоанн принял монашество 10 июня 1966 года на праздник преподобного Самсона Странноприимца в городе Сухуми. Без малого 39 лет прожил архимандрит Иоанн в Сковопечерском монастыре. Вот краткое воспоминание одного из насильников об этом. Трудно писать о человеке, который был светильником, ярчайшей личностью монастыря последнего нашего времени. За последние 10 лет сильно изменился, не осталось, видимо, вгорения, не видно той взрывной ревности, о величии человеческой души, о ее благообразии, предназначении всем мире и в вечности. Не видно стало той ревности о высоте и благообразии и богослужения. Не видно той педантичной аккуратности и чистоты всего его облика. Не слышно тех торжествующих и победных возгласов и чтений Евангелия с интонацией, передающей переживания сердца живущего им. Не слышно тех длинных рассуждений о том, как было лучше поступить и о том и ином случае, и все это еще воспоминания из прошлого и пережитого. А видно было тихую старость человека, который всего себя без остатка посвятил и отдал Богу. Трудно об этом писать, трудно об этом говорить, еще трудней осознавать, чего мы лишаемся. Самое удивительное, что он об этом многожды предупреждал нас. Как-то пришли мы к нему и вдруг он говорит «Что вы ко мне пришли? Я уже умер, меня уже нет». Если я не ошибусь, это было около 10 лет назад. Сейчас уже понимаешь, как мало его ценили и не дорожили, иногда даже сердились, как это неудивительно кажется сейчас. Много, конечно, было всяких случаев и историй связанных непосредственно с участием Архимандрита Иоанна. И многое, как я знаю, уже написано, но думается, надо написать о главном. Может быть, это черта его характера, которая являлась ключом ко всей его жизни. То, чем он был пронизан, переполнен всегда и везде, даже до сего дня. То, что помогало и выручало его в трудных ситуациях, а их было, как уже известно, очень много. То, чем он руководствовался всегда и всю жизнь. Чувство благоговения. В нем было и остается развито до высочайшей степени. Вот эту нить, мне кажется, он захватил еще в детстве и всю свою жизнь над этим трудился и этим руководствовался. Это было заметно и во время служения литургии, особенно, когда он возглавлял. Пасху просто невозможно описать. Он весь ликовал, светился и торжествовал. Это постепенно, незаметно призывалось другим служащим. Наверное, я не ошибусь, если скажу, что самый большой и неизъяснимо сильный всплеск радости бывал, когда батюшка выходил нам вон для приветствия народа радостным. Христос воскресе! В отклике народа всегда чувствовали большая искренность и даже спонтанность, а затем чувство любви и радости перемешивались и оставалось общее ликование. После этих переживаний приходило чувство свободы, ведь Христос нас освободил от рабства и греха. Да ведь многие его так и называли Пасхальный батюшка, потому что Пасха у него была всегда. и во время будничных служб, и во время бесед с народом, и главное в душе, а ведь приходилось это скрывать, чтобы не раздражать и не выделяться. Последнее было очень сложно, потому что как отец Иоанн не старался быть как все, ему это плохо удавалось, то тут, то там все равно просачивалась яркость его личности, одухотворенная светом Божиим. Восславляемые литургии были особенными из-за высокоэмоционального напряжения, которое охватывало батюшку целиком. События из жизни Спасителя, воспоминаемые во время литургии, заставляли сердце трепетать. А ты имеешь сердце каменное от плоти наше и дашь нам сердце плотяное, боящееся тебе, любящее, почитающее тебе, последующее и тобою питающееся. Господь даровал батюшке такое сердце. Отсюда становится ясно, что его молитва была пред Богом услышана и не могло быть иначе. Народ к нему тянулся буквально как пчелы к меду. И не просто тянулся, а прилипал и не давал прохода. Тем, кто его водил из храма в келью, приходилось просто протаскивать старца сквозь возбужденных чад и паломников. Каждый хотел получить благословение персонально, а отец Иоанн останавливался, вопросы сыпались, как из рога изобилия. И хотя батюшка не любил давать советы на ходу, частенько все-таки приходилось это делать. Пример его жизни показывает, что такие трудности, как гонение, лишение, искудость и теснота не помешали ему, а наоборот закалили и утвердили его на этом пути. А вот как прошли последние дни жизни старца Иоанна. С 30 на 31 полчетвертого ночи батюшка во весь голос сказал «Я умираю» и повторил это трижды. Он изменился в лице, пульс стал исчезать, батюшка побелел. С раннего утра братья у одра умирающего старца стала петь отходную. Он ни на что не реагировал и с ним стали прощаться как с умирающим. Зная особую любовь батюшке к празднику Пасхи, ему запели пасхальные ирмасы и увлекших пропели всю пасхальную утреннюю. По окончании традиционно провозгласили «Христос воскресе!» И неожиданно для всех батюшка прерывающимся слабым голосом ответил «Воистину воскресе Христос!» Помолчав немного, он повторил это пасхальное приветствие более твердое. А в третий раз, подняв бессильную дотоле руку, перекрестился и уже жизнеутверждающим, знакомым всем нам голосом провозгласил «Воистину воскресе Христос!» У всех появилась надежда, что не пришел его час, и мы начали просить Господа не лишать нас духовника, отца и наставника. Днем поочередно читалось Евангелие, а вечером по окончании уставных монастырских служб с келью старца стекались братья и целиком прочитывали псалтыр. Причащали батюшку ежедневно. В это время он, собирая все свои немногие силы, делал возгласы и прочитывал пред Господом исповедание своей веры. Господь даровал нам это утешение на целый месяц, за который батюшка подготовил нас к своему исходу. За этот период он не раз повторял приходящим, «Мне трудно, отпустите меня!» Иногда он даже говорил, «Господи, возьми меня скорее!» И Господь взнял его прошение. В субботу он, как обычно, причастился к святых Христовых Животворящих Таин, а вечером в его келье была прочитана служба научникам и исповедникам российским. Старец был слаб, но очень внимательно слушал канон, посвященный новомученикам и исповедникам, многих известных его лично. А наутро причастивших святых Животворящих Таин Христовых тихо и незаметно для служивших его немощи отошел ко Господу. Еще задолго до этого, 25 июня 2005 года батюшка продиктовал свое духовное завещание. Вот оно. Дорогие мои, родные и близкие, к закату преклонился день моей жизни и я уже дважды получил о том извещение в первый раз десять лет тому назад, но чьи-то молитвы преклонили Господа на милость и продлили мое пребывание в земной юдоле. А вот 2 декабря 2004 года я зримо увидел, что уже переплыл реку моей жизни и стою в преддверии вечности. И на пороге новой жизни, той жизни, которая вызрела на земных пажетях, стою я с замиранием сердца в ожидании встречи с Господом моим. Встречи, к которой стремилась душа моя всю жизнь. А вам, как просьбу о молитвенной памяти обо мне, оставляю проверенное самой моей жизнью завещание. Дорогие мои, чадца Божия, верьте Богу, доверяйтесь Его, всегда благое нас воли. Примите все в жизни и радость, и безотрадность, и благоденствие, и злоденствие, как милость и истину путей Господних. И ничего не бойтесь в жизни, кроме греха, только Он лишает нас Божие благоволение и отдает во власть вражьего произвола и тирании. Любите Бога, любите любовь и друг друга до самоотвержения. Знает Господь, как спасать любящих Его. Архимандрий Пиам, 25 июня 2005 года. Спасибо. Господи, помилуй вас, Боже, поверь нестаня Твоей, моих тесен слышит Божьей его. Господи, помилуй вас, Господи, помилуй вас, Господи, помилуй вас, июня. Господи, молимся, мол, покаяние души особшего раба Божия, сознанок истажеродном Ахимандита илана, не лежим простись и слим всякого прегрешения, вольном уже и невольном. Боже, Господи, помилуй вас, Господи, помилуй вас, Господи, помилуй вас. Господь Бог, учени души Его, Господи, помилуй вас, Господи, помилуй вас. Господи, помилуй вас, Господи, помилуй вас. Господи, помилуй вас, Господи, помилуй вас. ПЕСНЯ 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 Высоком грел сечений силоты, Благословим! Не греха нам упаковывать, варить им все пришли, и нас погибли, как в благе. И человек, айвоты, и в полной тебе, богат! И человек, айвоты, и в полной тебе, богат! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Потому что То что они писали И как глубоко они понимали Христианство И их знание Священного Писания Он просто потрясает И Особенно для Людей Восточно-православных Это конечно Потому что На Западе как-то больше тяготеют К западным отцам Ну что естественно Но понятное дело Что опять же в семинариях католических Также Касаются изучения их трудов Но для нас важно Что даже и молитва Наша Вот завтра будем совершать литургию Иоанна Златоуства Понимаете как Вообще это драгоценно Прошло 1700 лет И мы пользуемся тем Что он когда-то создал Представляете какое качество Его труда Что вот церковь Церковь его устами Продолжает молиться Это вот такие гении из гении В котором Ну пережили Даже ту страну В которой Они вот жили Все Пережили каменные строения Пережили Государство Устройство Пережили Вот Самую мощную Империю И более того Мы Во многом По его трудам В том числе Вот Иоанна Златоуства В частности Можем даже изучать Потому что в тех проповедях Которые он говорил Иногда По нескольку часов Там очень много Отражены реалий Того времени Какие-то искусные песцы За ним записывали Потому что Когда читаешь Иоанна Златоуста Как-то очень живо Встает вся эта Атмосфера храма В котором он проповедовал Все такие Трудности Епархиальные Вообще Имперские И Исторические Всякие коллизии Которые в это время Происходили И понимаешь Вот как они Вообще сражались Как львы За церковь Ничего не боясь То есть Потрясающего Мужества Такие люди Замечательные Вот Наше время Конечно Таких людей Не рождает Хотя Тоже есть У нас Свои титаны Несколько Меньшего Масштаба Вот Был такой Человек Допустим Иоанн Мейндор Замечательный Богослов Духовнейший Смиреннейший Человек Вот Который Прекрасно Знал И все то Что Совершалось В ту эпоху Ну и Также Был Таким Светочем Ну и Вот Наш Современник Неделю Назад Скончался Отец Иоанн Крестьянкин Что Оценить Церковным Церковным Народом Утрату Для нас Такого Человека Тоже сейчас Еще и не Представляется Возможным Хотя Это тоже Диво Дивное Что Господь Дал нам Возможность Быть Современниками Такого Человека Просто Такие люди Они Ну обычно Столь Высокого Совершенства Что Для людей Которые Никак К этому Не причастны Даже Трудно Это определить Я помню Я когда-то Уже По-моему Один раз Рассказывал Был Такой Эпизод В одном Храме Где тоже Последние Свои Годы Отец Тихон Тоже был Такой Старец Исповедовал И вот Пришел Молодой Человек Видимо Крестить Детей И вот Отец Тихон Сидел На стульчике Согбенный Один Глаз У него Совсем Не видел Слышал Плохо Вот И так По виду Видно Что Он даже Вроде И дремит Даже Люди Подходят Стоят На коляночке Что-то Батюшке Говорят Он головкой Так Кивает И этот Парень Стоял И говорит Что Неужели Этот дед Что-то Сображает То есть Вполне Так сказать Нормальная Реакция Деду 86 лет Вот А этот Который Умер Ему 95 Если 86 лет Можно Сомневаться Что там Человек Сображает Только 95 Но Даже Такие Свидетельства Что Путин Его С 90 Летиями Лично Поздравлял Так сказать Спустился Со своего Кремлевского Олимпа Чтобы Так сказать Побыть в келье Отца Иоанна И тут Он Уделил Час Почти Времени И Нашлось О чем Говорить То есть Вот Молитва От такой Праведной Жизни Сохранил Полностью Ясный Ум Сознание И Возможность Не только Понимать Человека Но и Даже Ему Помочь Потому что Отец Иоанн Он Его Главное Такое Служение Это Помогать Людям И Силу Того Что Господь В таком Обилии Дал ему Дар Рассудительности Это Очень Такой Редкий Дар Воистину Старческий Потому что Старчество Это Как раз И есть Возможность Вот Эта Рассудительность Это Не только Любовь Вот К человеку Страждущему Ближнему Не только Святость И Молитвенность Которая Ну Все-таки Встречается Много Чаще А вот Многие Святые Отцы Так и Говорили Что Ищи Себе Руководитель Не Святого А Опытного Потому что Очень Многие Святые Люди Иногда Городят Не знамо Что И это Вполне Такое Нормальное Явление Ничего в этом Страшного Нет Есть Заблуждения Всякие Неверные Мнения И Так сказать Вот Отец Иоанн Он И церковно Был Замечательно Образован И Вот Главное Вот это Да Но Не было Такого Такой Сложной Ситуации Из Которой Он Не мог Найти Какой-то Выход Для Человека Понятное Дело Что Большинство Людей Несмотря На Все Его Такое Молитвенное И Интеллектуальное Напряжение Он Искал Для Человека Этот Выход Конечно Большинство Людей Все Живут Как Хотят А В основном Так Скаж Как Поговорить Вот Но Вот Я Много Раз Присутствовал При том Как Он Умел Совершенно Иногда Даже Как В математике Неожиданно Простое Решение Найти В Жизненной Ситуации Человека Это Конечно Потрясающе Что Любой Дурак Запутавшийся В собственной Жизни Зашедший В какой-то Страшный Тупик Он Может Прийти И Получить Как-то Ответ Который Ну Просто Блестяще Может Разрешить Его Ситуацию Представляете Какое Удобство Я В этом Смысле Как-то Восхищался Вот Этим Всегда Церковным Организмом Что Вот Как Это Здорово Устроено А потом Действительно Вот В Писании Есть Такие Слова О том Что Если Человек Придет Ко Христу И Оставит Ради Евангелия Там В миру Все То Он В церкви Приобретет В сто Раз Больше И Отцов И Матерей И Детей Там Есть Перечисление И Вот Здесь То же Самое Что Благодаря Его Любви Он Был Необычайно Доступен Вот Ну Только Естественно Уже Немощ Она Получила Какие-то Ограничения Но Все Огромное Количе Людей Ему Писали Письма Как всегда Большинство Этих Писем Ну Чтобы Ответить На них Ну Достаточно У любого Человека Там В магазине В кассе Стоит очередь И Спросить И он Скажет Нормально Какой-то Небольшой Здравый Смысл Нужен Но Миллионы Десятки Миллионов Людей Никакого Здравого Смысла Не имеют А хотят Авторитетное Мнение От Самой Высшей Инстанции Типа Как Шуруп Завернуть Надо же Спрашивать У директора Завода Лихачева Ну Не меньше Как это Вообще Делается Вот Самому Что-то Поразмыслить Это Как Всегда Трудно Всегда Проще И Обязательно Надо К старцу Хотя Бывает Как Качан Капусты Даже Не полный Качан А половина Качана Настолько Все просто Но Человеку Вот Нужны Эти Инстанции Но Отец Сам По Возможности Старался Никому Не Отказывать И Всякие Такие Он Много Раздавал Таких Всяких Листочков Назидательных И так далее Потому что Ну У большинства Людей Проблемы Очень Схожи И Можно Дать Такой Ответ Который Годится Не только Для этого Человека А для Десятка Тысяч Сразу Таких И Он Это Умело Находил Он Вот Находился В непрестанной Такой Работе Духовной По Помощи Ближним И Конечно Вот Там На Похоронах Многие Говорили О том Что Ну Такой Скорби Большой Нет От того Что Господь Забрал Отца Иоанна И что Он На Небесах Это Понятно Но Вот Такая Возможность Прийти К этому Человеку И Даже Сознание Того Что Он Там Где-то Живет Оно Уже Давало Очень Много Само По Себе Что Была Такая Возможность А Теперь Такой Возможности Нет Понимаете Но Даже То Что Мы В течение Ну Ян В течение 25 Лет Может Даже 26 Его Знал Кстати Четверть Века Имеет Такую Возможность Это Же Прекрасно Что Когда Есть Такая Возможность И Вот То Что Он Отошел К Господу Это Для России События Конечно Космическая По Своему Значению Это В этом Событии Есть И Вещь Такая Положительная Что Мы В своих Молитвах Можем К нему Обращаться Что Он Человек Безусловно Святой Вот И Есть Отрицательное То Что Вот Теперь Съездить Посмотреть Что То Спросить Написать Письмо Уже Такой Возможность Съездить Конечно В этом Смысле Церковь Наша Осиротез Потому Что Бывают Такие Люди И Вот Как Помянутые Святители О которых Которых Память Сегодня Во всех Церквах Праздную Их Отсутствие Уже Невосполнимо Вот Такие Люди Такого Масштаба Личности Святости Ума Образования Любви Это Настолько Редко Что Особенно В таком В доступном Виде В начале Века Был Отец Иоанн Кронштадтский Вот В наше Время Отец Иоанн Крестьян А теперь Нет Вот Посмотрим Есть еще Старцы Слава Богу И такие Ну Все Уже Такие Немощные Но Такого Как Отец Иоанн Равного Ему Из тех Которого Видно Нет Это Конечно Большая Скорь И горе Конечно Господь Есть У нас Евангелие Есть Святые Таинства Есть И Церковь Жива И Действует И На этом Дереве Плодоносящем Вырастают Плоды Духовной Жизни Но Вот Тем не Менее Вот это Особенный Такой Ну Как Плод И Вот Как Господь Дает Даже Знамение Он Умирает Между Ранней И Поздней Литургией В день Когда Святая Церковь Память Празднует Новомучеников И Исповедников Российских Раннюю Литургию И упоминали О здравии А поздней Уже О упокоении И Вот Он Господь Как бы Дает Знамение Что Он Причисляет Отца Иоанна К Лику Исповедников Каким Он Собственно И был Потому что Он пять лет В тюрьме Сидел Ну Конечно Тюремным Страданием Его Жизнь Не Окончилась Потому что Конечно Человек Который Имеет Такое Дело Со множеством Людей Он Очень Много От них Страдает И Вот Он Вся Его Жизнь Это Было Практически Сплошное Страдание Вот И Много Вот В пастырской Деятельности Самое Трудное Что Очень Много Приходится Делать Такой Бесполезной Работы И Очень Много Страдать От Бестолковости И Ну Тут Как бы Ничего Не Сделаешь В этом Сусе Похожа Работа Ну И Врача Тоже Потому Что Ну Врач Дает Какие-то Рекомендации Лечить Человека Но Все Умные Поэтому Чаще Часто Очень Часто Что Все Рекомендации Врача Они Тут Не только Забываются А пренебрегаются И Как бы Человек Сам Выбирает С Одной С Просит Помочь А С Другой С Верит Врачу И И Так Далее И Потом Еще В худшее Состояние Попадает Потом Опять Приходит К Врачу И Врач Ему Говорит Что 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 Ты Не Делал То Что Тебе Предназначено И То же Самое И Отец Иоанн Постоянно Каждый День С Этим Стал Ну И Конечно Он Создавал Большие Неудобства В монастыре Потому Что Постоянно Наржет И Они Суетятся Их Много Они Создают Суету Какой-то Беспорядок В общем С ума Сойдешь От Этих Старцев Вот Но Тем Не Менее Как-то Вот Отец Иоанн Старался Устраиваться Хотя И Монастырское Начальство От Него Ему Тоже Приходилось Потерпеть Потому Что Он Пережил Несколько Наместников Вот И Там Среди них Были Разного Достоинства Людей И Разных Таких Возможностей И Конечно От Этого Тоже Приходилось Пострадать Ну И Не Говоришь О том Что И Болел Он Тоже Всю Жизнь Если Не Благодать Божия Которую Держала Ради Всех Приходящих К Нему Он Конечно При Своих Заболеваниях Хронических Давно Отошел К Господу Вот Яркая Свидетельств Того Что Все Так Жизнью Смерть Она Не От Болезней Зависит В Большей Степени От От Милости Божьей Поэтому Конечно Он Великий Подвижник Который Всего Себя Без Остатка До Самой Последней Старости Отдал Служению Ближнему То есть Все Распелся Христу Вот В Самой Высшей Степени То есть Умирал За Христа Ради Любви К Ближнему Каждый День То есть Кто С ним Хоть раз Общался Он Испытывал Это Чувство Когда Он Обнимает Человека Своей Любовью Погружает Ее В нее Как то Вот так Согревает И вот Эта Любовь Такая Пламенная Огненная С человеком Остается Надолго Потому что Вся Душа У человека Переворачивалась Очень Многие люди Один раз К нему Прикоснувшись Потом Становились Христианами Мгновенно Преображались То есть Как от Огня Так Зажигались Сердцем Потому что Он Непрестанно Пламенел Любовью К Богу Это Большое Счастье Для всех Православных Людей На нашей Земле Что Мы Были Современниками Такого Человека Это Конечно Оценить Это Даже Невозможно Потому что Представьте себе Муравей Ползет По стене Колокольни Ивана Великого Но может Муравей Оценить Вообще Почему он Ползет Он себе Ползет По своим Муравьинам Делам Так и Люди Понимаете Сейчас Люди Приковались К телевизорам Олимпиада Кто-то На лыжах Победит Кто-то В биатлон Стреляет Это все Конечно Очень так Замечательно Но если Сравнить С тем Что Вот тут Произошло Что Отец Иоанн Отошел К Господу Это Событие Конечно В духовном Плане Гораздо Больше Чем То Которое Собирает У телевизоров Там Миллиард Людей Показывает Как Эти Факелы Там Зажигаются Но это Рассчитано На людей С сознанием Вороны Ну то есть Блестит Черт Вот раз Головой Покрутил Туда Посмотрел Кто там Быстрее Куда Прибежал Ну как Это Даже Не солидно Вот для Человека Ну детство Человечество Еще понятно Там Тысячи лет Назад Голые Греки Бегают Там Марафон У них Борьба Бокс Ну как В 21 Веке Да еще Допинги Какие-то Себе Там Здоровье Портить Непонятно Гемоглобин Повышать Не знам Куда А тут Отец Иоанн Отошел Крус Это вот Для Таких Вещей Которые Серьезные Там Жизнь Смерть Спасение Гибель Бог Дьявол Вечная Душа Моя И Вечная Ее Погибет Вот Это Событие Посерьезнее Мне хотелось бы Чтобы Вы тоже Как-то Все На эту Тему Поразмышляли Может быть Почитали Книги Изданные Еще будут Издаваться С его Проповедями Будут Диски Выходить Потому что Много Ауди Записей Вот Как-то Постараться Вот Почувствовать Глубину Этого Человека Который Был Нашим Современником Прекрасно Знал Нужды И Проблемы Каждого Из Нас Потому что Хотя он Жил В монастыре Там Очень Большое Количество Времени Вот Но Тем Не Менее Он Абсолютно Был В гуще Событий Это Вот Тоже Интересно Что Монастырские Стены Они Совершенно Не Сохранят Наоборот Вот Такие Люди Как Отец Ан Ну Как Это Выражаться Такой Штамп На Передовом Крае Находится Всего Что Происходит Вообще Со Страной Это Все Через Его Сердце Проходило Потому что Тысячи Людей К нему Приходили Разного Достатка Возможностей Начиная От Последнего Нищего Бомжа Который Хитрит Что-то Ему Какие-то 100 Рублей Стараться Выскрести Откуда-то Кончая Президентом Самой Большой Страны Вот Такой Диапазон Он С каждым Мог Находить Язык И Каждый Собогревал Любой Даже Это Удивительно Потому что Все мы Грешные Люди Как-то Различаем Вот Этот Человек Мне Приятен Неприятен Большая Проблема Так В Приходской Жизни Ну Вот У меня Нужно Что-то Такое Делать А этот С этим Не может У них Антагонизм Это Каждому Мне надо Подобрать Человека С которым Он Соблаговолил Взаимодействовать Хотя Причаются Из одной Чаши Одной Евангелие Читают Но Хорошо Вот Этого Заменим На Другого Этот С этим Сможет А этот С этим Не Сможет И Че Мне Делать Я Не Знаю То ли Всех Разогнать Вот То ли Как-то Пытаться Уговорить Но Никаких Рычагов Нет Потому что Евангелие Уже Как бы Не Аргумент Не Знаешь Что Делать Постоянно А Он Вот Таких Бо Питок Отцов Иоаннов И Вообще Все Было Бо Замечательно Кротко Смиренно Никто На Кого Не Сердится Все Друг 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 Любят Все Послушны До Смерти Все И Шачут С утра До Ночи Так Сказать И Не Зная Никаких Вообще Проблем Совсем С любовью На Части Слушаются Беспрекословно Ничего Не Забывает Вот Так Не Бывало Что Кто-то Написал Отцу Иоанну Письмо А тот Бо Забыл Нет Такого Не Случалось Пройдет Два Три Месяца Ответ Приходит Все Равно Хотя Конечно Он Изнемогал Это Я Ну Не Знаю Много Раз Вы Представьте Мне Уже 70 Лет Это В 70 Лет Он Уже Изнемогал А то Прибавьте Еще Четверть Века В 95 Как Человек Должен Уставать И Вот Он Все Равно Старался И Так Далее Вот Такое Конечно Дивное Чудо Любви Необыкновенной Вот Каждому И К Своему Служению И Господу Совершенно Потрясающе Поэтому Прошу Всех Вас И на Молитве Его Поминать Не Потому Что Его Душа Ну Как Нуждается В нашей Грешной Молитве Совершенно Уверен Что Если Уж Отец Ам Не Сподобился Царше Небесного То Нам Всем Гиена Это 100% Вот Так Однозначно А Для Того Чтобы Через Молитву За Него Приблизиться И К Его Так С Душе И Какой-то Отзыв Тоже Получить Потому Что Опять же Это Близкий Нам Современник Святой Угодный Божий Близкий Близкий Продолжение следует...